Снова всем привет! Меня зовут Сергея Георгия. Сейчас мы гуляем по пляжу на Старе Пангао. Может, ты глянешь, как я собираюсь. Кто-нибудь любит море. О! Венское. Такая же мыска. Кораблик видимо видно. Видно кораблик? Ничего не видно. Ездил сегодня на Себу. Плавал с котовыми акулами. К сожалению, подводная камера испортилась в самый непогодящий момент и не получилось ничего заснять. Но, могу сказать, что если вы добираетесь из другого острова, как, допустим, я, то не стоит. Потому что очень долго ехать, то есть два часа на лодке туда, там два часа обратно. Там еще трансфер минут десять пятнадцать. Ну, короче, устаешь очень сильно, поэтому усталость от переездов перекрывает все впечатления от китовых акул. Хотя мне повезло, и я там даже дотронулся до китовой акулы. Так вы никому не говорите, потому что штраф в две тысячи песах. Вот, ну, совершенно случайно получилось, ко мне она подплыла сзади. То есть, подо мной подплыла. Вот, и я ее по щеку. А сейчас иду вперед. Смотрю, что на конце даже находится. Думаю, что-нибудь интересненькое там найду. Ну, вот, завтра поедем на водопады. Постараюсь снять видео с водопадов. Думаю, будет очень круто. Так что, будем на связи с ним. Всем привет! Привет! Хочу показать вам кокос, который пророс. Вот, растет прямо на берегу лежит и пророс. Кому нужен кокосик? Можете играть. Посадите себя во дворе. Обнаружил хороший пляжик, кстати, широкий. Вот, наверное, принадлежит какой-то гостинице. Ну, даже если принадлежит, то все равно можно тут купаться. Можно лежать на песочке просто с шезлом. Нельзя использовать. Ну, если не доплатить, конечно. Вот, какой-то ресторанчик там, кстати, есть. Читаю, еще пишут. Попайте. Ага. Ну, вот, что я и говорил. Только, типа, для тех, кто живет в гостинице. Но, как бы, до этого знака можете тут лежать, купаться. Что хотите, делайте. Попадаются русские. Ну, полный интернационал отдыхает, на самом деле. Ребята. Я сегодня встретил на поездке там ребят из Китая, из Тайваня, из Германии, с Австрии, с Польши. Откуда еще были? О, французы были. Короче, вообще-то... А, со Швеции один был. И из Англии, наверное, человека 4 или 5 было. С Ридинга, то есть, не далеко от Лондона. Так что, вот. Если хотите тут найти друзей, искать откуда-то, где вы родом, земляков, то это вообще не проблема. О, классные шезлонги, кстати. Вот. И надо будет прийти полежать. Можешь заплатить инстарпеса и чисто побалдеть полежать. Да, ну, блин, завтра уезжаю я. Ну, не знаю, может, посмотрю, когда тут другой день. О, кто-то лежит уже. Это кайфово. Надо узнать, что это в гостинице. Ну, и уж потом, в другом году сюда приехать. Мне нравится, что тут есть шезлонги. Вот так я всегда представлял райское место. Лежишь на шезлонге между пальмами. Ложишь кокосовое молоко. Какие балдеище. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Хочу найти турагентство, типа русские, но они там плохо на телефон отвечают, постараюсь до них дойти. Как бы в конце этого пляжа говорили. Фиг знает, открыто они еще или нет. Как бы на понедельник хочу поехать на такой остров. Вот этот остров, кстати, по-моему, он вот он будет вдалеке. Это коралловый риф, в принципе. И там есть перепахи красивые. И по дороге можно видеть дельфинов. Вот. Как бы недалеко ехать в 100 плюс. То есть я понял, что тут весь кайф, когда недалеко куда-то ехать на лодке. Потому что если ехать больше, чем минут 30, лодка тарактит и просто это ломает и искать. Так что ребята, кто собирается ехать, старается собирать места, где туры, ну как бы короткие такие переезды. Хоть там может быть много островов, но между ними короткие переезды. А не так, чтобы пилить в одну сторону 2 часа. О, вот. Прикольная штука. I love the whole beach club. I love you. Теперь мы знаем, как это называется. И вы тоже, ребята, знаете, как это называется. The whole beach club. Кто захочет шезлонги, вот, букируйте сюда, приезжайте. В принципе, внешне очень цивильно. Вот домики такие. Возможно, тоже можно снять, ну как бы, не знаю, что почем. Все можно на букинге посмотреть. Ну, думаю, хотя бы день-два. То есть, если финансы небольшие, можно забукировать здесь. Чисто расслабончик такой на шезлонгах. А потом можно где-то найти дни подешевле, поближе к тому месту, где у вас будет основной акшем. Тут все трипы, все-все практически с другого пляжа. Это 4 км отсюда вперед. Самое тусовочное место. Вечерком туда можно всегда подъезжать. Я подъезжаю, но поскольку живой они там, а вот рядом здесь, то есть это не всегда удобно. Хотя тут не проблема с поймать троцикл. Троцикл, или как его называют, троцикл. Он постоянно ездит, подвозит. Короче, за 150 песо это как бы такая местная такса. Вас довезут туда и 150 обратно. Ну или можно арендовать байк. 500 песо будет стоить в сутки. Что я и буду делать завтра. Арендую байк и еду, еду, еду на водопады. Там мы заночуем. А послезавтра на обратном пути еще постараюсь посидеть шоколадную долину и зиплайн. Ну, чтобы сразу одним махом все, так сказать, не возвращаться туда уже. О, классно. Мне нравится там посветка такая. И пальмы. А то надо быть где-то кокосом. У меня, блин, такое желание его. Но они так высоко растут. Короче, есть такая тема. Местным дам сто песо пускай залезут на дерево, как обезьяны. Нарудут кокосиков. У меня там возле меня там птины какие-то бегают. А слышал, все местные, как обезьяны, умеют за минуту залазить на любое кокосовое дерево и рвать кокосы. А вот. И такая есть тема интересная. Тут офигенно вкусные манго. Они недорогие совсем. Короче, я покупаю, в принципе, не в самом дешевом месте. Там возле... В Манго Хаус, где я живу. Там Син Син Стор. Такой местный магазинчик маленький. И это все стоит там 120 песо, что это приблизительно 2 бакса за килограмм. Короче, в Лондоне, чтоб вы знали, одна штука стоит фунт. То есть одна штука, а тут килограмм. То есть очень сладкие манго, такие небольшие, не такие большие, которые как бы привозят, не знаю откуда. Но тут местные манго растут. Они, ну, я покажу, они такие как чуть меньше ладошки, но они очень-очень сладкие. Вообще очень вкусные. Я думаю, вот с них можно делать офигенско вкусные шейки, коктейли. Если льда добавить, этого манго порезать, еще там чего-нибудь накидать. Я заказывал такой шейк, но не манговый, а кокосовый. Офигенный был вкусный. Мне очень понравился. Так что рекомендую, ребятки. Смотрите, какая красота просто офигенская. Сейчас сейчас приближу плавненько, чтобы вы видели водочки. Море такое лазурное вообще офигенское. И теплое-теплое. Вода вообще нереально теплая. Вот в любое время суток, ну, ночью, конечно, ничего не купаться, нифига не видно. Говорят, выползают всякие гады ночью на берег. Поэтому пока видно, можно купаться. Встает солнце где-то с 6 утра. То есть с 6 до 6 с 12 часов сможете вот все делать. В 6 встаете и до 6 вечера тусите. Вообще, как тут большинство тусит, вообще еще всю ночь. Так что спят по 3-4 часа. Вот. Вчера я вообще поздно тоже пошел. Ну, не очень поздно. Не знаю, в час или в два. Встал в пять. Потому что в 6 за мной заехал байк и забрал на этих акул. На Себу. Ну, в принципе, нормалек. Здесь как-то уже как-то ассимулировался. Не то, что ассимулировался. Как бы привык уже к местному времени. Спать не клонит, не хочется. То есть уже все нормально. Ну, первый день в самолете так еще вот спал все время. А так приехал уже все нормально. Блин, офигенское уже прошло много. И не нахожу этого, не знаю, дайвинг-центра, где эти все экскурсии. И хотел с ребятами поехать в субботу. Ну, в субботу я еду и уже договорился на байках. Просил их на воскресенье перенести, чтобы к ним присоединиться. Они говорят, вот типа дождик будет какой-то там по прогнозу. Хотя я не сильно верю, что он будет. Короче, они поедут в субботу. Все жалко, потому что там была бы, ну, вообще одна семья. Ну, я уже понял, что тут круче всего, как бы, когда немного народу. Там максимум 5-6 человек на лодке. Что больше уже получается толпа. Но опять, наверное, зависит от компании, от расстояния. Если короткие расстояния такие, как бы, то в сумер малек можно ехать без проблем. О, эти пальмочки офигенские. Вообще, такие классные пальмы мне нравятся. Там для меня куча кокосовых пальм растет с кокосами. Но они прям высоко висят. И так, если не умеешь залазить на дерево, лучше и не стоит. Потому что там стол почти гладкий. Не знаю, как там местные залазят, как обезьяны говорят моментально. Может, используются какие-то штуки-брюки, там, веревки для ног, еще что-то. Ну, короче, найду кого-нибудь, попрошу, достанут мне кокосов. Мачете у нас есть, будем рубить кокос, пить сок кокосовым. А вот это китаянки, скорее всего, с телефонами. Потому что местные тайки вообще не очень симпатичные такие, я бы сказал. Мягко сказано, не очень симпатичные. Хотя кому как, говорят, очень хороший характер, очень такие они покладистые. Ну, они такие все как дети, маленького роста, вообще метр с кепкой. А я почти два метра, то есть, по сравнению со мной они как дети, такие, неважно. Там трудно сказать возраст, потому что даже вот 30-летние выглядят как 18-летние, не, как 12-летние девочки. Вот, короче, очень маленького роста, не растут они тут никак. Не знаю почему так, гены или еще что-то. Народ китайцы, японцы. Много китайцев отдыхает, кстати. Китай поднялся офигенский. Я был в Ганчжоу и буду еще на обратном пути в Ганчжоу. Буду 14 часов пересадка. И вообще, посмотрел в интернете, там офигенные небоскребы, офигенные клубы. И сам рапорт такой офигенный большой. Думаю, будет очень интересно. Ладно, наверное, я вас утомил своим рассказом. Все длинно получается. Давайте, до скорых встреч. Пока-пока. О, нашел прикольный причал. Я хотел показать. Логичка. И заказ. Все, ребятки, приезжаем, отдыхаем. О, очень похорел, хорошо это. Если достичь, хотя у... Думал про визит. Сcomm paint-бай Card. Думал про ответа powerful. Все, ребята. Продолжение следует...